Сегодня в областном комитете природных ресурсов и оховано-вокольного сяродя прошла нарада по пытаниях озеленения населенных пунктов среди принятых решений, проведения мониторинга проживальности рослин. Ситуацией подчеркнулись наши корреспонденты. Об масштабах озеленения населенных пунктов Гомельской области можно мерковать по такой лижбе. Только в основе этого года в регионе высаджено больше 60 тысяч древ и кустарников. 15 тысяч из них непосредственно на территории Гомеля. Насельничество до этих работ однеслося вельми станучше. Конечно, нужно озеленение проводить. Это красиво, это природа. Это новый микрорайон, здесь очень хочется все озеленить. И действительно не хватает немного зелени, немного свежего взгляда, скажем так. Поэтому все, что садится, практически все. Вот я хожу с ребенком, наблюдаю на то, что много садится. Значная частка саженцев все лето была набытая за кошт предприемств и организации региона. Так, автобусный парк номер один акционерного товарыства Гомель Абл Аутотранс за уластный кошт набыл больше, как 200 саджанцев дуба. У середине Сыковика их высадзели на улицы 8-й иншагародней. Станом насадженев за непокойные мясовые жахары небыто амалюсе рослины засохли. Специалисты обследовали посадки и пришли до высновы, что казать об их гибели нельга. Справа у тем, что листья на дубе может з'явиться и в середине червеня. По кульжа, для больше активного роста, древы подкормили минеральными удобрениями и полили водой. На 8-й иншагародня был высажен дуб. На сегодняшний день много возникло вопросов по этому вопросу приживаемости. Но мы знаем, дуб – это такая порода, которая очень поздно просыпается деревом, и поэтому сегодня еще рано говорить на тему приживаемости. Я думаю, мы еще недельку-другую помониторим эту ситуацию, и картина будет точно известна и ясна. Особливая увага якости саженцев и их проживальности. На предприемстве «Червоный гвоздик» звертают увагу. Тут шмат факторов, які необходимо улишвать. От правильной транспортировки до выполнения всех технологичных потребований под час посадки. На жаль, у некоторых выпадках озеленением займаются працовники организаций, які не ведают усих особливостей. Перед посадкой необходимо делать анализ глеба, правильно выбирать гатунок и выпрацовывать рекомендации по дальнейшим доглядам за рослинами. Качество саженцев соответствует нормам требованиям, но вопрос не в самих саженцах, скорее так. Вопрос в том, как с этими саженцами обращаются, как проходит посадка, и даже до посадки, как происходит транспортировка и так далее. Потому что практически любой самый идеальный саженец, его можно загубить неграмотной посадкой и абсолютно отвратительным уходом в дальнейшем. Среди наибольшь примальных для нашего климата дрыл – липа, бероза, клён, дуб и верба. До початку червеня на Гомельшине будет проведены мониторинг проживальности рослин, высадженных у опошний час. По его выниках будет складены план замены древ, которые загинули. При этом у областном комитете природных ресурсов и охованного кольного сяродя звертают увагу, что 100% проживальности не бывает никогда. У природы есть свои законы, которые необходимо уличить. Проводится мониторинг приживаемости насаждений, высаженных как весной этого года, так и осенью предыдущего года. Те насаждения, которые были высажены осенью прошлого года и не прижились по тем или иным причинам, согласно рекомендации наших инспекций, подлежат удалению с целью того, чтобы эстетический облик наших улиц поддерживался в нормальном состоянии. Поэтому прошу неравнодушных граждан правильно воспринимать данную позицию. Взамен этих удаленных насаждений, которые, еще раз подчеркну, не прижились, усохли осенью, благоприятный период для посадки, будут высажены новые насаждения.